Карты Русского завода сейчас прогрузите сразу в телефоны, потому что там связи не будет, карты там не работают. Мы понимаем все, даем отчет, куда мы едем, правильно? Да. Поэтому длительное время на одном и том же месте мы не стоим. По адресам разъездили, забрали людей, перегнулись дальше, забрали, перегнулись дальше. Просто говорю, что это не поездка, там, где тихо и безопасно. Там 2,5 километра находится питомник, с которого лупят. Там они будут все сидеть, вот эти фурсовые, все рельсы, все в одной. Мы, да, мы утром созванивались, а не себя. Какой-то мальчик должен был быть с Шевченко улицы. Это тебе сказали, забрали. Дошли, адреса разобрали. А ну, посмотри, Матюшенко. Давайте, 7. У меня еще 9. В колонну будем двигаться потихоньку, а там я местный, что я буду быстренько реагировать, ехать за отцом, а там буду по месту, не знаю. Сьогодні наше завдання – вивезти людей, які находятся там, в Русской Лазово. У них нема незвязку, нам нужно найти их и вивезти с Лазово до Харькова. У нас есть адреса цих людей, вони якось передавали адреса, і бажання виїхать с Русской Лазово. Мы будем ехать по цим адресам, шукать их, вытягивать из подвалов, где они там есть, и ехать сразу на Харьков, привезти их на Харьков. Страшно. Не могу сказать, насколько страшно. А чему тогда вы едете, если страшно? Ну, дивитесь, есть внутри бажание допомогать людям. И это борет всякие страны. Ты едешь, потому что, видишь, люди нуждаются в допомоге, и мы едем. Да, да, там остались родственники, там моя супруга и мама осталась, и ее сестра, и муж. Я хочу их забрать оттуда. Ну, столько, сколько получится. Да, все-таки это родня, конечно, надо ехать забирать своих. Как говорится, своих не бросаем. Вот так сейчас выглядит центр села Руська-Лазова, нещодавно избранного Збройными силами Украины. Руська-Лазова, нещодавно избранного Збройных сил, нещодавно избранного Збройных сил. Это когда случилось? Когда вас поранило? Так, когда еще белые были. Они громили там гараж, окна повылетали, камни летят в окно. И меня радило, я вся в крови стою, я не знаю, что мне делать. Потом соседка прибежала, давай все палец перематывать. У меня есть дырка, давай как-нибудь заматывать. За что это все? Кто их просил сюда? Если кто не просил, они сидели в Белогороди, хай бы еще сто лет сидели. Да, я никогда не думала, что ладно, так покойно не сидели. Как Бог посмотрел. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой мурак, Медик. Мы 60 дней были в погребе. В погребе сидели все? Все сидели в погребе, голодные и холодные. Вообще вообще не выходили. Нас бомбили, вот на нашем, мы на 16-м километре, самый край у нас там, перевалка. Нас бомбили просто в самых первых дней. Вдохнуть не давали. А сейчас вообще, уже бомбы летели, уже просто на голову, вот бомбили там крыши. И уже почти до этого момента машина нас догнала. Мы садимся в машину и тут начинается от всех. Рядом со всем, где-то в 15, если не меньше, взорвалось. И сколько мы ехали до 16-го километра, столько и стреляли по нас. Собак жалко. У меня опять собака осталась. Сначала нас сильно бомбили, нас очень защищали военные, потому что нас бомбили так, я не могу вам передать. Просто бомбы взрывались у нас над головой. А потом дроны, буквально почти сразу начали дроны пускать. Может, через 10 дней войны пускали дроны. Получается, только мы выйдем, он над головой шужит и видит, куда мы прячемся. Спрятались в погреб. Они начинают в погреб долбить, спрятались в пигель. Они начинают в пигель долбить. Мы уже побежали, уже в соседний дом. Там погреб был открыт. И туда сели. Через какое-то время и туда начали бомбить. Просто некуда было прятаться. В погребе было такое, что чуть-чуть затише. Мы тогда в дом перебирались, там что-нибудь хотя бы еды успевали приготовить. Что там оставалась у нас еда. Потихоньку, по полмисочки один раз день ели. Не знаю, может быть, в метро скатали. Сейчас волонтеры сказали приедут через 15 минут. Ходили по хатах, проверяли документы. Они, помни, продукты. У меня соседку всю, почти что мы вынесли, все с дома. И лопаты, и тяпки, и грабли, инструменты, все вывезли. Компоты, погребы. Ходят по селу, просто грабят. Грабят по селу ходят. Живы, здоровы, все хорошо. Спасибо, что вывезли. Все, молодец. Дай бог, деточка. Я даже не знаю, где прошла. И старенький, мне 89-й год, а все равно страшно. Мы сейчас в лесопарке. Одну войну пережила, а теперь вторую. Ну, до тебя буду ехать. Девочка, она боится. Боится, собака, 2 месяца. Два месяца не могли ее забрать, никого. Ну, вырвались, забрали собаку, соседей забрали. Слава богу. Ну, сволочи стреляют. Это необъяснимо. Если честно, это очень страшно. В первую колонну, сзади нас машина попала. Ну, успели съехать, слава богу. Все живы, здоровы. Поскорее бы этих сволочей выгнали. Алло. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Не хватай. Она перепугана. Ну, а теперь у нас собака войны. Риточка, ты рада, что тебе пришло спасение? Это она в окупации жила? Да, она в окупации жила целые два месяца. Но ее там соседа трехи подкормили. Но она такая перепугана. Ей утекала от меня. Почала бомбить. Она начала ховаться. Но забрала. Слава богу. Два месяца ее не видела. У меня там домовка. У меня примусово батьки вивезли до России. Звідки, с бабусью разом. Примусово их туда вивезли. И бабусью я уже вивез до Эстонии. Через друзей, которые там у меня давно уже живут. Из Украины. Бабушка в Эстонии. Но батьки остались пока на российской стороне. И не знаю, как оттуда выбраться. Потому что там неясно, выпускают или нет. Эта домовка была покинута. И я вам скажу, жили там украинские военные. Нам соседи сказали. Я зашел. Очень аккуратно. Ничего там не чипали. Лише там в куточку лежать так аккуратно сложенные носки. Но там все аккуратно, все помито. Посуды грязной нема. Слава Богу за них. Хай их Бог благословляет. Далее. Сейчас приеду. Да, это член семьи. Ему 7 лет. Он тоже нервничался. Не посидишь. У меня батя, он и мать постарела за эти дни. Я не знаю. Да. Там еще многие остались. Еще многие остались. Просто или не хотят, или не... Ну привыкли. Привыкли на одном месте быть. Не хотят уезжать. Есть такие. Хотели забрать побугалю. Не захотелось. Я не пойду. И я тоже. Если бы сын не приехал, я бы там был. Пойдемте в машинку. Садитесь там. Напередный вы сидите. Да. Машин у нас было два десятка. Одна, на жаль, залишилась там. На счастье, людина не постраждала. Але транспортнизации полностью зруйнованы. Попали під минометный обстріл. И наша Нива, тоже службова, тоже попала під обстріл. Майорушкоджение на счастье, люди без парадок. Ну сказать прям, что прицельно облучить из миномета, не. Но были как раз по машинам, которые идут на авакуацию. То есть та высотка, по которой мы спускаемся в Руську, она хорошо проглядывается с территории окупационных войск. Летают их себе пилотние литальные аппараты. И на въезд в селище, вот этот въезд постоянно бьет. Десятки, наверное, до півсотни въезут, сейчас еще довозят. Десь до півсотни людей въезут. Взагалі виїхало людей десь до півтра тисяч. Все, друзья, до свидания, будьте здоровы, мир! Все, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Дякую за перегляд!